Со времен китайского вторжения в Восточный Туркестан уйгуры пытаются сохранить свои чудесные открытия и секретные рецепты в области уйгурской медицины. Однако знаменитые рецепты в уйгурской медицине предков называются и воспринимаются как китайская медицина. Так выяснилось, что оккупационный китайский режим также включил 38 видов тарифных лекарств с фиксированным источником, созданных уйгурскими целителями в качестве каталога традиционной китайской медицины. Согласно официальному сайту Национального управления по лекарственным средствам Китая, опубликован каталог традиционных древних китайских медицинских рецептов. Каталог содержит тарифы в общей сложности на 217 традиционных китайских лекарственных средств. Среди них 38 видов уйгурской традиционной медицины и рецепты многих поколений. 7-8 сентября в Тайбэе Тайвань прошла конференция на тему международной свободы вероисповедания, главной темой которой стал геноцид Уйгуров. Во встрече приняли участие 150 человек, в том числе законодатели США и европейских стран, стран Африки и Латинской Америки, организации гражданского общества, религиозных лидеров-активистов, а также спикер парламента Тайваня и члены парламента. От имени уйгуров на встрече в качестве приглашенных присутствовали президент Всемирного уйгурского конгресса Долку НСА, главный исполнительный директор Американат и бывший председатель Американской комиссии по международно-религиозной свободе Нурит Уркель. Уйгурская делегация во главе с господином Хидаетом Агузаном, президентом Международного союза МПО Восточного Туркестана в Стамбуле, встретилась с представителями политических партий в Анкаре 6 сентября в рамках серии визитов. Сначала делегация посетила заместителем министра национального образования господина Назифа Елмаза в его офисе и пожелала ему успехов на вновь назначенной должности. Затем он посетил председателя партии господина Мустафу Дестейчи в штаб-квартире партии Великий Союз. Делегация также посетила лидера партии возрождения господина Фатиха Эрбакана в штаб-квартире партии и обменялась мнениями о будущем дела Восточного Туркестана. Италия – единственная страна G7, участвующая в китайском проекте «Один пояс, один путь» объявила о своем намерении выйти из проекта. Премьер-министр Италии Джорджи Мелони встретилась со своим китайским коллегой Ли Чаном на полях саммита G20 в Индии. Согласно сообщению итальянской газеты «Карьеры де ла Сера», премьер-министр Мелони передала своему коллеге во время встречи намерение Италии выйти из проекта «Один пояс, один путь». Премьер Китая Ли Чан попытался убедить Мелони пересмотреть решение. Президент США Джо Байден и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фон Чонг договорились поднять уровень отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства. Что касается визита Байдена во Вьетнам, то он подчеркнул, что не пытается начать холодную войну с Китаем, заявив, что его целью является стабилизация мира путем улучшения связи США с Вьетнамом и другими азиатскими странами. Число людей, погибших в результате землетрясений в Марокко, возросло до 2122 человек, а число раненых – до 2421. Министр юстиции Марокко Абдель Латив Вехбе заявил, что многие деревни, которые были потрясены землетрясением магнитуда 7, были полностью разрушены.